Программа в том, что здесь открыли свалку, да, то есть свозит компания «Биопартнер» отходы, помимо того, что, как заявлено, что у них дробильный цех, где они перерабатывают бетон, асфальт, они еще свозят, к сожалению, бытовой мусор, мусор из города, осенизаторские машины, к сожалению, тоже, да, приезжают, свозят в свою нечистоту, это очень некрасиво. То есть здесь жилые дома рядом, и плюс еще у нас здесь вода, река Блаклавка, здесь очень много родников, и это засоряет, к сожалению, экологию, да, то есть вода – достаточно ценный ресурс у нас, и нужно будет сохранять. Сейчас начнется лето, то есть эти запахи пойдут все в ближайшие дома, они здесь расположены совершенно рядом, да, там за забором, и для нас это большая катастрофа. Родники, они помогали уже, то есть и во время войны здесь провыжить людям, да, то есть, ну, полноценно. На чьей территории слонка? СУ-528. СУ-528 сейчас это компания «Биопартнер», которая взяла в аренду данную территорию, и занимается вот отходами этим. То есть, причем, самое интересное, то есть, заявлено, как перевалочная база, да, то есть, что она ненадолго, то есть, привозит, 7 дней там находится эта база, и потом они вывозят. Но здесь днем и ночью свозят отходы, возят туда-сюда машины ездят, да, и, конечно, экологическая катастрофа для многих жителей. Пыль летит, когда они эту дробилку включают, запахи, сейчас это гниение начнется. Соответственно, мы здесь все задохнемся. В Лаклово очень красиво, уникальное место, здесь нужно, наоборот, делать сведущий, так скажем, сад, да, парки, ухаживать, вода, родники, которые питают данную местность. Но за этим нужно следить и оберегать. Сегодня здесь собрались жители улицы Строительная и близлежащих домов, так как улица Песочная, дом 17, да, находится буквально рядом, да, условно, за забором, в ближайшую территорию. Цель ваша, чего вы хотите добиться? Мы хотим добиться того, чтобы здесь перенесли свалку и не засоряли источники воды, потому что вода, все-таки это важно, много отписок было геолога-разведкой, что здесь воды не существует. Вода здесь есть. То есть это приток Балаклавки? Приток Балаклавки, да. Мы писали обращение по поводу нашей... Вы, мы ходите туда, гуляете, мне жалуетесь по поводу того, что этот мусор завалили нас этим мусором. Мы написали обращение к нашему депутату Лобач и губернатору, исполняющему обязанности губернатора Севастополя. И попросили телевидение осветить эту проблему нашу, потому что проблема становится все более и более значимой в связи с тем, что выросли большие горы. Это не кучи, это горы уже мусора, причем зловонного мусора. Потому что, как нам объясняли, говорили, что это полигон для строительного мусора, да. А на самом деле туда биопартнер предприятия свозит весь тот мусор, который вот в лодках на площадках мусорных, да. Люди туда брусают весь мусор, и поэтому там и крысы, и запах, они еще запустили в работу дробильную установку, ребята. А это, во-первых, шум, во-вторых, это шпыль, вот. Ну, а как я поняла, по запросу Лобач, да, была сделана санитарная проверка воздуха. Воздух, а потом понюхайте воздух. Воздух в пределах допустимых норм. Извините, и это нужно делать в тот момент, когда идет разгрузка, как мне кажется, и в тот момент, когда дробят этот камень. Тогда, а если вот сейчас вот здесь сделай забор этот воздух, то, конечно, он вроде как бы нормальный. Они, когда поняли, что за ними, они вывезли вот эту зловонную кучу, вот кто ко мне подходил дня 4-5 назад, да, запах. Вот они как раз тогда ее выгребали. Вот эта гора была огромная, там напротив 43-го дома, да, вот, зловонная гора. Они ее теперь почистили и вывезли, вот, очевидно, на полигон бытового, это твердых бытовых отходов наш. Вот, вот, а сейчас мы встретились, то есть к нам подошли работники, руководители этого предприятия, говорят, у нас все по закону, нам все разрешено. И вообще мы чистим город, мы очищаем. Я говорю, он нас заваливает, он кричит, мы очищем. А мы, получается, не люди, мы платим те же самые налоги, что платят люди, живущие в центре, да? А что нам, если нас вот тут заваливают мусором, значит, практически не надо с нас вообще никаких налогов брать, потому что мы это все должны терпеть. Нам за то, что, а между прочим, на здоровье все это влияет. Мы не замечаем, на самом деле, от того, что мы вдыхаем этот воздух, который, на самом деле, не ближе тысячи метров должно быть расстояние до этого мусорного полигона. Вот, а, извините, забор с предприятия и сразу дома. Ну, как это можно? Мы же люди, мы же такие же люди, как те, которые живут в центре и те, которые... Ну, в общем, вы поняли, да? А они считают, что они очищают. Мы для вас чистим город, а вы такие неблагодарные. Вот там мужчина, который... Я говорю, вы там чистите, а нас почему забрасываете этим мусором? Ну, в общем, ребята, тоси, 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 дорогие, с моими соседями, получается, так. Ну, если мы будем вот так вот спокойно, ну, не то, что спокойно, мы ворчим, мы говорим, что, ой, ходим, гуляем, а там уже дышать нечем. Если мы будем вот так сами в себе, то нас так и завалят, поверьте. Потому что у них вся документация, им все разрешено. А почему? Для чего тогда санитарные нормы существуют? Ну, вы знаете, вот от Лобача ответа не было еще, но мы были вчера на приеме у нее. Она сделала запрос вот по поводу прокуратуру. Пришел ответ из прокуратуры природоохранной, что они отправили наш запрос в прокуратуру центральную. И вот пришел ответ из санитарной, вот эта организация, которая забор делала, это воздуха. Вот ответ пришел, что тут все в пределах нормы. Воздух, воздух. А почему воздух? Почву, проверьте. Они имеют право на бетонную забетонированную площадку складировать этот мусор. А там оно на грунте. Этот мусор на самом деле на грунте. Ну, конечно, частично на площадке, да. В течение семи дней завезенный мусор должен быть переработан и вывезен. А у нас горы растут и растут. Уже сколько? Месяцев 9, наверное, не меньше. Так ведь, да? Да. Вот. И если есть водонесущие горизонты и подтапливаемая территория, запрещено делать такие полигоны. Запрещено. А у нас, вы же знаете, сколько там родников? Там болото. Там болото. Там как раз подтапливаемая территория. И под нами тут подземные эти озера. Да что говорите, это пойма Балаклавский. Это получается та же самая история, что и со станцией по очистке канализационных стоков. Тоже ее планируют. И мне во всех ответах пишут, что все согласно проекту, все законно и прочее. Что я вам скажу? Что хотят, то и творят. Ну, это почему? Странительно. А кто бы сказал? Хотелось бы знать. То есть трейс может попасть. Да он не достучаться. И достучаться. Но как он не будет заниматься? Он должен заниматься ее официальной обязанности. Он не цепаритет. Он решен, но ничего не делает. Это официальная обязанности заниматься. Да ничего он не будет делать. Он уже сказали. Мы здесь ничего, только Севастополь решаем. Так и его нужно бомбить. Лобач отвечала, кричала, полгода, креста. Так это надо стучаться за них. Другое дело Бубошкину могут сверху. Департамент городского хозяйства подписал, как говорят. Это старый директор Артерасов, который уже закрыли. Тот, кто сидит на лесте, Бубошка, должен уметь добиваться. А не умеет, пускай уходит. Горлов это отдельно. Горлов сейчас как бы будет выгребать те беды, которые... Тот же Бубошкин сказал бы, вот мнение людей, вы не слышали. А так, во-первых, надо потребовать от руководства, чтобы сделали геологоразведку, чтобы подтвердили, что у нас здесь везде вода. Это раз. Во-вторых, нужно убрать эту промзону. У нас это как промзона, да, числится, да? В промзоне нельзя жилые дома строить. Так о чем мы речь, надо, чтобы они это вот убрали. А потому что вон объявление совмещали висели, что издаётся в аренду. В аренду. Кто-то мне говорил о том, что кто-то тут хочет из частников асфальтный заводик поставить. Вы представляете, что у нас тут будет, если в аренду сдают кому? Тем, кто хочет что-то тут для нашего блага сделать. Примерно, не от своего то есть.